Более сотни мужчин и женщин из 13 регионов России. В Ульяновске прошли всероссийские соревнования общества «Динамо» по тэквондо. Соревновались в восьми весовых категориях. Наш регион на соревнованиях представили 10 лучших спортсменов, от кандидатов до мастеров спорта международного класса. Стоит отметить, что это чемпионат России, всероссийское общество «Динамо», и оно посвящено 100-летию данного общества. Также хотелось бы отметить, что наше региональное отделение Ульяновское стало одним из самых лучших по всей России. И по результатам 2022 года заняло второе место на спорта-океаде России и всех обществ «Динамо». Тэквондо – вид боевых искусств, который зародился в Корее. Характерная особенность этого вида спорта – активное использование ног как для ударов, так и для защитных действий. От этого тэквондо считается одним из самых зрелищных и жестких видов боевых искусств. Как правило, будущие спортсмены приходят в секцию в детстве и занимаются на протяжении всей жизни. Ну я вот начал, попал в него, то есть это, наверное, мой единственный спорт в жизни. Вот до конца решил идти, то есть не хочу ничего не менять, просто вот остаться в нем. На открытии соревнований присутствовали представители силовых структур, самого общества «Динамо» и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Перед началом соревнований он обратился к спортсменам с напутственным словом. Вам пришло пожелать успехов, достойно привезти к турниру. Конечно, не все из вас станут победителями, но те, кто займут в первую третью и далее, не надо учаеваться, продолжайте дальше заниматься спортом, и успех обязательно будет с вами. У ульяновских тэквонзистов не было равных. Ребята взяли медали всех составов. В разных весовых категориях ульяновцы взяли три золота, три серебра и две бронзы. В общекомандном зачете среди женщин первое место досталось ульяновской области. Среди мужчин победили спортсмены из республики Дагестан. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ.